Добрый день, друзья! Если вас посадили в цифровой концлагерь, это не значит, что с этим надо смириться и приобщаться к тому порядку, который у нас устанавливают. Каждый должен быть просвечен вдоль и поперек. Личной тайны нет, коммерческой тайны нет. И если ты чуть-чуть начинаешь приподнимать голову, то эту голову тебе легко отстригут, как отстригут газон. Также и всех приличных людей, которые имеют самостоятельные мысли, самостоятельное мышление, всех требуется уничтожать. В общем-то, они это делают и без всякого цифрового концлагеря. Они отслеживают, но теперь будут отслеживать на ранних стадиях. Мальчик или девочка еще в школьные годы начинает проявлять какие-то способности к самостоятельному мышлению. Конечно, их надо задавить. И сейчас все тоже есть, но на очень ограниченный круг лиц ведется база данных, ведется слежка, ведется в социальных сетях, где каждый сам на себя донос готов написать. Ведется база данных, связанная с каждой страницей биографии. И ведется пропагандистская работа для уничтожения авторитетов, чтобы у русских не было своих героев, своих заступников. Все надо полить грязью, полить черной краской. И каждый, если спросит себя, ну а где ваши лидеры русские? Вы не увидите их, потому что вам этой краской замазали глаза. Русские герои и русские подвижники рождаются постоянно. Но за ними ведется слежка, вот этот цифровой концлагерь. Это и есть главное его предназначение. Не то, что вам будет сжать ошейник. Вам, подавляющему большинству, будет, в общем, все равно. Ну, это же удобство, там, пластиковая карточка, там, автоматические зачисления, автоматические отчисления. Живи себе и не думай ни о чем. Есть пайка, есть определенные условия жизни, вы ими должны быть довольны. Но есть еще, кроме того, чтобы вы были довольны, есть еще способ разрушения национального самосознания деятельностью тех, кого я называю лагерными придурками. Или там в нашем концлагере живут вот эти придурки, которые вольно или невольно обслуживают начальство. Ну, в общем-то, нам все равно. Мы не можем знать, мы же не хозяева этого цифрового концлагеря, мы не можем знать, на зарплате эти негодяи находятся, или по зову сердца вот так себя ведут. Цифровой придурок обычно это человек с шизофреническими наклонностями. Может быть, не совсем больной, а может быть, и совсем больной. Вот он использует цифровые технологии, то есть он собирает, как плюшкин, собирает всякий информационный мусор и складывает его вместе. Вот у него такая помойка, и эту помойку он вкладывает вам в голову. Потому что он шизофреник, и ему комфортно, когда вы тоже шизофреник. Когда вы мыслите примерно так же, как он. Представим себе, что такому человеку, а их очень много, дают простейшее школьное задание. Вот есть тема, вот есть главная мысль, сочинение напиши. Сколько у нас с таким заданием справиться? То есть русские смыслы, русская грамматика, русский язык вылетают из головы, потому что вот эти вот шизофренические типы разрушают ваше сознание. Как это делается? У вас есть стереотипные суждения от А к Б, и они как бы, все знают вот некоторые субъекты. Вот я рисуночек такой покажу. Вот смотрите, да, хорошо видно. Практически любой знает вот то, что здесь написано. Николай II, Гитлер, Рокфеллер, Чубайс, все знают эти фамилии, да, все знают эти имена. Есть связки типичные, которые создают доверие между вами и шизофреником. То есть, ну, вроде же, это же очевидно, это же все знают. У Николая II есть наследники, да, есть проблема, что кто-то там претендует на престол. Гитлер, это Освенцим. Значит, это все плохо, вот все, что с этим связано. Вы же прекрасно знаете, что эта связка есть. Вы знаете, Рокфеллер, банки, банки, это вот кто нас грабит и так далее. Это же очевидно. Чубайс, это приватизация, приватизация, это грабеж, ну, это же очевидно. Ну да, это все очевидно. Но дальше начинается неочевидное. Вот почему в центре нарисован вот этот квадрат. Это место всех связок, нелогичных, не имеющих права на существование. Тем не менее, шизофреник начинает вам голову морочить. Он поставил реперы, он напомнил вам о существовании неких исторических субъектов, о которых вы хорошо знаете, напомнил вам некие связки, в которые вы верите. И это не приложено, хотя они тоже под большим вопросом. Но для вас этого вопроса нет. А дальше он насыпает вот тот самый мусор, который он собрал где-либо. Он начинает там показывать вам какие-нибудь фотографии, какие-то документы издалека. Вы же не будете читать. А он будет утверждать, что там написано то-то и то-то. И вот эта вот помойка закачивается прямо вам в голову. И главное, что этот шизофреник, он будет вам постоянно напоминать. Николай II, Гитлер, Рокфеллер, Чубайс, наследники приватизации, освенцы, банки. И дальше еще мешанина из разных промежуточных слов, которая дегтем вам заливается прямо в мозги. Прямо в мозги. Я вот посмотрел не так давно ролик, ну не хотел смотреть по названию, но я чувствую, что если название такое, то это уже шизофреник. Все. Человек обозначил ролик. Дело об убийстве Николая II развалилось. Ну все, я смотреть не буду. Ну люди мне прислали, ну человек 10, наверное. Смотрите, что вот, какую истину провозглашает. Я, ну специально, поскольку мне надо было и с сыном побеседовать на эту тему, я специально просмотрел весь этот ролик. Ну шизофреник полный, вот выступает полный шизофреник. Вот по той схеме, которую я вам показал, он вам рассказывает все и обо всем. Ну примерно вот канал Ориен ТВ, он тем же самым там тайны, великие тайны человечества. Сейчас как-то помягче. А раньше вот были все, все в груду сваливается. Вот в этот мусорный бак, где там вам могут быть и там марсиане, и Гитлер одновременно, и вот та самая там приватизация, и бельдельбергский клуб, и все, что угодно может быть вот в этой помойке. И вот эта телевизионная помойка, и такие энтузиасты, которые их снимают там с двух камер, ловят каждое слово. Он из интернета накачал какие-то фотографии, и говорит, да я вам дам. Ну что, как будто он получил доступ к каким-то секретным архивам. И вот его там снимают, чтобы каждое слово не пропустить. А это полная шизофрения, понимаете. Вот закачивание вам в мозги помойки. Другой вариант, другая схемочка. Есть какие-то сложные научные темы. Например, тема, связанная с библистикой. С подлинностью и правильностью перевода Библии, откуда она взялась. Там Масарецкий текст, текст 70 толковников септуагинта. И вот появляется, я бы не сказал, что совсем шизофреник. Есть люди, которые считают, что они квалифицированы во всех областях. Ну вот я такую схемку нарисовал. Вот представьте себе, большой прямоугольник, кривовато нарисованный. Это общее поле данной темы. И вот этот маленький черненький квадратик, это то, что освоил вот этот лагерный придурок. И он высказывает суждение сразу и обо всем. Он высказывает суждение по теме в целом, не освоив ее. Ну, например, недавний пример из моих дискуссий в сети. Есть такие кумранские свитки. Они подтверждают, документируют существование христианской общины, раннехристианской общины. Ну, вы мало знаете об этом. Я там знаю больше. Поэтому вот этот вот побольше квадратик, он обозначает мою собственную самооценку в этой теме. Я не охватываю всю эту тему. Но все-таки что-то я знаю, какие-то книжки прочел, интересовался этой темой. И лагерный придурок, который получил сообщение в полстроки. И вывод такой, что, как я и говорил, все кумранские свитки являются подделками. А реальность такова. Есть в США музей Библии. В нем есть несколько свитков, которые были найдены в 2002 году. А не довоенные еще основная часть, которая и представляет собой достояние человечества. И должна быть расшифрована. И пока все это дело скрыто. И этот музей Библии заказал экспертизу. Экспертиза показала, что там из 16 свитков 5 точно являются подделками. А с остальными вопрос тоже большая вероятность подделки. Но они у кого-то купили, какой-то аферист изготовил. Все понятно. Но после этого делается вывод. Вы же пропускаете всю эту цепочку информационную. Вам не сообщают об этом. О том, что речь идет об очень небольшой части этих свитков. А тех, которые найдены позже. Там почти на 100 лет позже, чем те свитки, которые были найдены в районе Мертвого моря. И которые тоже находятся в США. И вот это вопрос, где расшифровка этих свитков. Это вся проблематика выбрасывается. И вывод конечный, как такой кирпич на голову падает. Все кумранские свитки являются фальшивками. Вопрос закрыт. Вот для лагерного придурка вопрос закрыт. И он вам это преподносит таким образом. Все это фальшивка. Ну, так же, как вот этот комплекс суждений, исходя из сочинений Фоменко и Носовского. Ну, такая, в сравнении с лагерными придурками, это качественная литература. Она пробуждает интерес к истории. В общем-то, ее уничтожая. Ну, вот трудно, наверное, уничтожить. Потом такую книжку, там, одну, другую, третью, толстую. Трудно прочесть. Ну, там тоже, там, просто, ну, мы закрываем историю. Ее не существует. Ничего не существует для вас. История вся фальсифицирована. Русской истории не существует. Поэтому мы будем рассуждать о том, что какие-то русы, русичи, завоевали Китай, там, пять тысяч лет назад. Вот такие брени. То есть, вместо того, чтобы знать и понимать сложную, многотрудную, но великую историю, которая, ну, просто у нас перед глазами документирована вместе с высокой, высочайшей культурой, которая представляет русскую цивилизацию, 18-19 век. Вместо этого какая-то, мы все это перечеркиваем и говорим, вот у нас фантазия. Это все не русское. Для лагерных придурков это все не русское. А вот русское то, о чем мы ничего не знаем, и мы начинаем фантазировать. Перун-Велес, больше ничего мы не знаем, естественно, на этом все обрывается. Мы отрицаем и христианство, вот эти вот лагерные придурки. Отрицают русскую историю, отрицают, что она вообще может продолжиться в тех формах, в которых она была до большевистского переворота. А это и нужно в цифровом концлагере. У вас не должно быть никакой мировоззренческой основы. Ни исторической, ни культурной, ни литературы, ни способов мышления, с которыми вы выходите в общение с другими людьми. Общение тоже не может быть продуктивного, потому что вы сидите все в интернете, у вас беседы нет. Беседа разрывается. Эту беседу может вклиниться кто угодно, наплевать там в нее, испортить, испортить просто общение. У вас нет очной беседы, которая предполагает, что вы говорите, вас выслушивают, обдумывают ваши слова. Говорит другой, вы слушаете, вы обдумываете. И сама культура мышления возникает только в этом случае. А вас всех на самоизоляцию. И она будет вечной. Пока этот, вот еще один, ну это такой придурок придурков, Собянин, пока он сидит на своем посту, мы, конечно, будем в состоянии рабства. Мы уже в этом состоянии. Кто-то говорит, я не буду, я не стану и так далее. Ну, насильно могут, да, насильно могут вакцинировать, насильно могут чип внедрить. И что вы с этим будете делать? Вы не можете противостоять этому концлагерю до тех пор, пока вы не сплочены. Пока у нас не запрещены, там, Достоевский, Тютчев, Пушкин, Толстой, Чехов. Вот ваши источники информации и ваши способы мышления. Есть исторические сочинения. Пожалуйста, история России тоже не запрещена. Но вы предпочитаете черпать информацию от лагерных придурков, тогда вы сами превращаетесь в трансляторов вот этой лжи, фальши. И подтверждаете, и подкрепляете порабощение, которое уже придумано для вас и устроено. Не будьте сами лагерными придурками. Не слушайте их. Выявляйте сразу вот этот помойный способ преподнесения информации или перечеркивание одним взмахом каких-то важнейших для мирозрения тем. Это изобличает придурков. Так не надо их слушать, не надо пересылать друг другу эти ролики. Надо думать о другом, надо расти над собой, надо самосовершенствоваться как русский человек. И тогда у России будет русская власть. Слава Руси! Господи, спаси!